Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». И сегодня наш специальный гость Андрей Борисович Зубов, профессор университета Масариков в Брно. Андрей Борисович, добрый день. Добрый день. Очень рад вас видеть, Сергей Елизаветович. Да, взаимно. У нас с вами множество встреч. Мы говорили с вами и вашей академической ипостасией, и политической. Но сейчас я, прежде всего, хочу обратиться к вам как к историку. Попытаться все это наше происходящее с Россией в последний год, да и в последние 20 лет поставить в историческую перспективу. Владимир Зеленский, как вы знаете, поддержал петицию, объявленную в Украине, о том, чтобы переименовать Россию в Москву и Российскую Федерацию в Московскую Федерацию. В России эта инициатива вызвала такой достаточно напряженный резонанс. Казалось бы, вроде как шутка, да, и Зеленский может говорить шутки. Как вы относитесь к этой инициативе, и почему, по-вашему, так напряженно отреагировал на нее Кремль? Я могу сказать откровенно, что с точки зрения истории дипломатии это абсолютная глупость. Никто никогда так не поступал. Понимаете, когда Наполеон начал войну с Россией в 5-м году и в 12-м году, никто в России его не переименовывал, и Наполеон как Россию не переименовывал. Так всегда. Никто никогда во время войны в контрагента, назовем его так, врага, противника, не переименовывал. Да, действительно, разные народы по-разному называют ту же Россию, вообще друг друга. Ну, понятно, что в Латвии Россия именует Кривия, и это интересное и приятное название, связанное с древним племенем славянским, которые жили бок о бок с этими ливонскими землями. И это хорошая, просто такая историческая аллюзия, это замечательный памятник истории, если угодно, вот это имя. Но ни с того ни с сего, ну, понятно, с того ни с сего война, но, тем не менее, взять и переименовать страну, это просто смешно. С дипломатической точки зрения, а с исторической? Как много в нынешней путинской России от Москвы? Никому не дано такие анализы переносить в реальную политику, понимаете? Мы можем там говорить, что Великобритания уже давно не Великобритания, а небольшая, сравнительно, страна. Однако никто не будет у нас переименовать официально Великобританию в Британию, скажем. Пытаюсь понять истоки того, что сейчас происходит с, даже, скажем так, с российской государственностью. Потому что мне кажется, то, что произошло, да, в последний год, вот я поделюсь такой гипотезой, по поводу, в связи с тем, что Путин начал некий поход за архаизацию, с России спадают оболочки, исторической оболочки. Спала историческая оболочка постсоветского 30-летия. Спала советская оболочка, фактически, да, отказ от ленинского наследства, отказ от революции. Спадает имперская оболочка. Россия перестает быть империей, да, наверное, потеряв Украину. Тогда что остается? Остается ордынская Москва? Сергей Александрович, во-первых, как говорится, категория орды, она ведь тоже не абсолютно негативная. Татар, башкир для монголов, орда – это наоборот, не говоря же в Казахстане. Эта орда – это одна из форм организации, и воспоминание золотой орды, это скорее положительное воспоминание. Поэтому, понимаете, когда говорят ордынское, скинут негативным подтекстом, я вообще это не люблю, потому что историк, он не должен пользоваться вот этими клише, там, скажем, немецкие – это гадко. Вот, нет, орда – это вообще вот, это же как бы они основатели Российской империи, да, это они первые создали это имперское пространство в России, как вы считаете? Вот этот посыл о спадании оболочек. Да. Ну, на самом деле, мне кажется, иначе. Вот мое видение, я его много раз выражал, что на самом деле, что реально исчезло, это то, чего никогда не было. То есть исчезла иллюзия, исчез мираж демократической, свободной России. Вот ее никогда бы на самом деле не было, эти 30-летия, это было как бы демократия, вернее, не случайное слово, как бы так любили в послесоветское время, как бы демократия, как бы рыночная экономика. На самом деле, естественно, это было олигархическое, а потом авторитарное государство, где народ ничем не управлял. Реально единственный свободный выбор, это были еще в Советском Союзе, это выборы главы Российской Федерации, на которой, как вы помните, 12 июня 91-го года победил лидер оппозиции Ельцин, и Горбачок не оспорил эти выборы. Вот, а его кандидат Бакатин проиграл. Вот это были единственные свободные выборы главы государства. Больше свободных выборов главы государства в России не было. И 96-й год, это безобразие, конечно, ну и дальше еще хуже. Вот, поэтому сейчас исчез этот, как в России любят говорить, прикид. А что вы, понимаете, огромная ошибка считать, на мой взгляд, я этому посвятил специальный курс лекции здесь, в Бурно, в университете Масарика, вот, осеннем семестре, огромная ошибка считать государство Ленина, Сталина, ну и вплоть до Горбачева, коммунистическим государством. Да, оно себя так называло, социалистическим, называло демократическим, но все эти три слова никакого отношения к реальности того государства, которое существовало в России, не имеют. Это было авторитарное государство, это была бандитская крика, которая захватила власть, чтобы властвовать, использовала очень широко аппарат принуждений. То есть это был откровенный бандитизм, потому что коммунизм предполагает все-таки об обществе собственности в интересах общества, никакого интереса общества. Я не согласен с коммунизмом, я противник коммунизму. Я считаю, что это ложная идея вообще, но как бы там ни было ни коммунизма, ни социализма, ни народной демократии, ничего этого в России не было, начиная с 1917 года. И в этом смысле и нечего терять. А авторитарный бандитский режим, он был, он на короткое время исчез, он вновь восстановился в начале 90-х годов, потому что не вернули собственность на ограбленных большевиками людям, а взяли ее себе. Это типично бандитский прием. В итоге это породило авторитарную диктатуру Путина и привело к тому, что его вот объявили в розыск как бандита. Вот, собственно говоря, круг замкнулся. Поэтому о России до 1917 года я вообще не говорю. Это другое государство, оно более-менее релевантно другим государствам тогдашней Европы, ну пусть с отставанием, но была Британская империя, Германская империя, была Российская империя. Германия стала парламентским государством после 1948 года, Россия стала после 1905, ну разница, конечно, большая, полвека. Но все-таки это один путь. А вот после 1917 года эта бандитская войница, это власть Казановства, или чекарской мафии, только московской, кремлевской. И вот она продолжается до сих пор, потому что ее осевой, осевым стержнем, который вообще показывает, что преемство полное, это КГБ. ВЧК, НКВД, КГБ, ФСБ. Андрей Борисович, вы здесь хорошо показываете механику этой власти и преемственность бандитского социализма, да, бандитского коммунизма, так сказать, большевизма и нынешнего бандитского капитализма. А что касается идеологии власти, ведь все-таки эти люди видят себя в тоге Петра Первого, Екатерины Великой. Они паразитируют на большом имперском мифе России. И является ли то, что сейчас происходит в Украине, та война России, преступная война, является ли она неким последним актом закрытия Российской империи? Некой предсмертной судорогой той большой Российской империи, которая создавалась, может быть, даже и не от Петра, может быть, даже еще от более ранних времен, от Ивана Грозного, который стал наследником Монгольской империи. Ну, и Монгольская, и Византийская, но это другой разговор. Это, опять же, на мой взгляд, как историк, коль вы интересуетесь моим мнением, понимаете, вот эти идеологические лозунги для ученого, они ничего не значат. Они интересны только в смысле внутреннего самооправдания, самоощущения правительства. Тем более, что мы не до конца уверены, что, я почти уверен, что тот же Сталин, он не считался никаким ни коммунистом, ни социалистом, тем более демократом. Хотя все эти слова, естественно, использовались в идеологии. И, естественно, никакого советского государства не было, потому что Советы, как вы знаете, были раздавлены, уничтожены, даже Совет социалистический в июне 1918 года, и после этого ничего не было. Поэтому все слова, которые используют Союз, Советский, Социалистический, изгублен, это все четыре слова абсолютно лжи. Ну, вот таков режим. И на самом деле наша задача снимать эти покровы лжи. Что касается одежды Петра Первой, Екатерины Великой, ну, слушайте, ну и Сталин, вообще, вот как вспоминает Вишневская, Галина Вишневская, Сталин очень любил смотреть всякие вот эти драмы «Жизнь за царя», там, и Хованщину, в Большом театре представлял себя таким вот именно русским царем. Для него же, собственно, Алексей Толстой написал Петра Первого, для него же, собственно, Эйзенштейн снимал фильм Ивана Грозного, как бы это... Александра Невского. Да, да, Александра Невского. Да, и там очень характерный такой бытовой житейский момент, что, опять же, Галина Вишневская о нем написала, что Сталин велел всегда приносить целую корзинку, сваренную в крутую лиц, и нервничая, и наблюдая за величием древних царей, ряжда, естественно, актеров, он поедал вот эти крутые яйца в огромном количестве. Понимаете, это болезненная психика тирана. Я уверен, что у нынешнего тирана тоже болезненная психика. Значит, а теперь вот вернемся к самому главному. Вот зачем он обрушился на Украину? Я думаю, что... Я опять же стараюсь сейчас объяснять, ну, потому что мнение какое-то у тех же украинцев, что вот он очень не любил Украину, что когда-то его там обидела какая-то украинская девушка. Ну, всякую чепуху говорят. А на самом деле, я уверен, что он хотел восстановить империю, а без Украины нет империи. Я в этом смысле хочу сказать, что не надо обольщаться. Украина Путину нужна совсем не как финальная цель, а также, как там, скажем, Гитлеру, Чехия, Чехословакия была нужна не как финальная цель, или Польша, а как ступень для владычества над миром. Естественно, это не значит, что он хотел завоевать весь мир военной силой. Он понимал, что это невозможно, но он думал, что захват Украины в три дня, или там в неделю, он сделает его самым великим человеком Европы. Вся правая часть Европы перед ним преклонится. И, возможно, и за океаном такие люди, как Трамп, тоже еще больше будут ему петь осанну. И в итоге вот он станет таким, как использовать слова Чарли Чаплина, великим диктатором, всемирным великим диктатором. Но ничего из этого не получилось. И здесь речь идет не об империи, конечно, а о всемирном величии. Кстати говоря, тем же, с той же самой манией страдал и Ленин, и Троцкий, ну и Сталин, в общем, тоже. Да и коммунисты до конца, ну просто их такой фантазии не было, они попроще. С другой стороны, посмотрим. А каково ваше отношение к украинским нарративам о том, что подлинным преемником Киевской Руси является Украина, а не Россия? Ну, мне кажется, что в нынешнем условиях войны солидарность с Украиной, я готов сказать, да. Но говоря как ученый, я должен сказать, что является и Россия, и Украина, и Белоруссия преемниками Киевской Руси. Безусловно, у России больше прививка восточного, того самого Ордынского момента, у Украины больше прививка польского момента, у Белоруссии больше прививка Великого княжества Литовского. Это ясно и понятно, почему это происходит, легко видеть в историческом контексте, но реально потомками, преемниками той Киевской Руси, которая погибла при захвате ее татаро-монголами, являются все три нынешние государства. Ну, а там, скажем, Белоруссия и Россия сейчас имеют плохую власть, но это не значит, что они потеряли свое преемство, потеряли свое родство. Надеюсь, что и Белоруссия, и Украина станут достойными государствами, и вместе с Украиной они будут три преемника Киевской Руси. Мы сейчас прервемся на одно мгновение и продолжим через секунду. Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова. А я Наталья Джамполадова. И мы делаем подкаст «Человеками и вправо», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников. Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов. Программа «Археология» – специальное интервью. Сегодня наш специальный гость Андрей Борисович Зубов, историк, профессор университета Масарика в городе Брно. Андрей Борисович, вот как раз с именем Масарика хотел бы, чтобы была вторая часть нашего эфира овеяна. И в том числе я хочу вспомнить лекцию, которую вы буквально пару недель назад читали у себя в университете. В памяти Масарикова лекция вы читали. И в том числе я с большим интересом ее прочел. И вы там не ставите крест на российской демократии. То есть де профундис из глубин нынешнего состояния, вы говорите, все-таки вы верите в возможность демократии в России. На чем основана эта вера? Опять же, я историк на простых исторических аналогиях. Понимаете, когда вот я сейчас перечитывал книгу Яспаса о вине, о вине немцев, и она написана в 1945-1946 году, обработанная и выпущенная. И вот видно, что он не верит ни в демократию. Он очень хочет, чтобы была демократия, чтобы была свобода в Германии. Но после пережитого 12-летия, он, проживший 12-летие в самой нацистской Германии, не эмигрировавший, в общем, постоянно дрожавший за свою жизнь, жизнь своей еврейской жены, и, как известно, уже был приказ о его репортации в Курмслагере в апреле 1945 года, только распустили американцы и прекратили это безобразие. Он не верит ни во что это. Он говорит о том, что немцы должны преодолеть вот это состояние, как бы оправдание, самооправдание, но перспективы туманны, очень туманны. И теперь посмотрим на нынешнюю Германию. Ну, вы же видите, какая Германия. Это же оплот демократии в мире, наверное, и в Европе. Вот. И довольно быстро она стала, демократическая страна стала почти сразу, до выборов 1949 года, когда Конно Тедреннау победил. Вот. Поэтому вот один пример, понимаете. Не одна страна... Я это говорил все в лекции. На континенте не было ни одной демократической страны, ну, может быть, за исключением Нидерландов, да и то с огромными оговорками, до начала, ну, до Великой Французской революции, до начала XIX века. Вот. Теперь вся Европа – демократические государства. Понимаете, они все стали таковыми в течение XIX-XX века, причем были же страшные откаты. Между двумя мировыми войнами уже в XX веке к востоку от Рейна не было ни одной... И в юго от Балтийского моря, не считая Скандинавии, в Европе не было ни одной демократической страны, кроме Чехословакии. Она была единственной. А все остальные страны быстрее или позже, включая Балтийские, Латвию, Литву и Эстонию, они утратили демократию, перечли к авторитарной форме правления до большевиков, естественно. А теперь это все демократические страны. Но еще серьезных тенденций к авторитаризму, кроме как, может быть, в Венгрии, мы нигде не видим. Так что, ожидать, что Россия – страна, имеющая, в общем, тот же исторический бэкграунд... Вы действительно считаете, что Россия имеет тоже те же исторические предпосылки, исторический бэкграунд, что все названные вами страны? Что страны к западу от Рейна, так скажем? Ну, и к западу, и к востоку от Рейна. Я считаю, что демократия, хотя вот вообще релевантная современному уровню экономики, уровню массовой коммуникации, система, самая релевантная, понимаете, любая авторитарная система начинает тут же отставаться сейчас. Ведь было время, опять же, об этом сейчас мало кто вспоминает, когда демократические страны были самыми отсталыми в Европе. И пытались соседи авторитарные их сохранить демократиями ради того, чтобы ими помыкать. Это Польша, демократические страны, это Польша и Швеция. И весь 18 век шла борьба, и 17-18, чтобы оставить их демократиями. Они сами не хотели, и хотели становиться тоже абсолютистскими государствами. И стали таки, в конце концов, но Польша буквально несколько лет и рухнула при третьем разделе. А Швеция стала на какое-то время, а потом опять вернувшись к демократии нового типа. А сейчас авторитарный режим равен отставанию, стагнации. Потому что именно демократия это политический аспект, политическая составляющая современного компьютерного... Ну, сложности, это как бы политическая адекватность по мере возрастания сложностей мира, собственно, демократия... Информационная и всему прочему. Поэтому, объективно, посмотрите, не только страны Европы, которых... Я всегда... У меня были лекции на этот счет о том, что демократия... Ну, даже шире либерализм, потому что демократия вырастает из либерализма все-таки. Не сразу, но вырастает. Вот идея либерализма, то есть гражданской свободы, она глубоко укреплена вообще в христианских ценностях. Причем здесь никакой разницы между православием, католицизмом, протестантизмом нет. Там те охотники, которые пытались ее найти, они, в общем, богословски потерпели... Тоже в Куяма. Они богословски потерпели полный фиаск. Да, на эпичный уровень можно говорить, вот Греция, она слабая демократия, а там Германия сильная. Но как только посмотрим на нацистское 12-летие, мы сразу поймем, что ничего сильного особо тому-то не нет. Что на самом деле, но идея демократии заложена глубоко. Уважение к человеку, как вот либеральная идея. Ну, посмотрите, сейчас возникло новое звено высокоразвитых, принципиально демократических государств на Дальнем Востоке, не христианских. Это Икония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур. Ну, конфуцианские демократии, если угодно. Это очень интересный феномен, требующий особого пристального изучения. Я уверен, что, я знаю, как из религиоза, что именно в конфуцианстве, через принцип Жень, человеколюбие, можно выйти, и вот эти страны вышли, вырулили, тоже с огромным трудом, надо сказать, всем. В Корее это сильное христианское наследие. Да, но наследие там не наследие, понимаете? Там христианские компоненты, собственно. Да, реальное наследие, конечно, вот этот тысячелетний бэкграунд конфуцианский. Это безусловно. Вот, это, да, там много, поскольку само все конфуцианство, оно не дает, понимаете, надежды на спасение, вот в христианском смысле этого слова. Поэтому очень многие в Корее, и немало людей в Японии, и даже на Тайване, и в Китае, обратились к христианству именно поэтому. Но это уже другой разговор, мы с вами уходим в совершенно другую плоскость. Хорошо, а Китай, как же, так сказать, в Китае как раз конфуцианство ведет к некому уходу, к отказу, к принятию вот этой руководящей и направляющей роли компартии. Разве в Китае конфуцианство не дало противоположный результат? Знаете, нет. Дело в том, что в Китае произошло то же самое, что в России. То есть захват власти откровенными бандюками. Понимаете, Мао Цзэдун и его компания, конечно же, бандиты же. Жуткие, кровавые бандиты. Это очевидно. К сожалению, вплоть до сегодняшнего дня эта тенденция имеет место. Они как-то бы стали более приличными, стали зубы чистить. Как известно, Мао Цзэдун зубы никогда не чистил. Но он был простой крестьянский парень. Но от этого они, бандиты, не перестали быть. Я думаю, как раз в Китае огромная перспектива создания мощнейшей конфуцианской демократии. Более мощной, естественно, чем японская, чем южнокорейская. Потому что пока вот мои китайские коллеги, у меня есть контакты с китайскими историками, даже живущие в Китае, они, конечно, очень боятся, но когда бывают в Европе, что-то мне пишут, даже иногда мы видимся. Понимаете, в Китае вот сейчас после Дэн Ся-Лу Пивна, когда, наверное, разрешили вернуться к традиции немножко, там есть статуя конфуци на Тянь-Ань-Мэнь, но превозносится только один аспект его философии. Это ли, это закон, это порядок, ритуал, как у нас часто переводят. А второе, она стоит на двух ногах, ли и же, человеколюбие. Вот человеколюбие это не упоминают. А на самом деле именно соединение двух этих моментов и есть перспектива своеобразной конфуцианской демократии. Потому что, скажем, Япония, если так серьезно и внимательно изучать, мы увидим совсем другую систему демократическую, чем, скажем, той же Англии. В следующий раз об этом поговорим, я чувствую, так сказать, нельзя нам в эти вещи уходить, тем более, что время ограничено. Есть время буквально на последний вопрос, пара минут в эфире. И вернемся на благословенную маравскую чешскую землю. Еще раз, Томаш Масарик. Как мы все помним, почти 100 лет назад была Масарикова акция. Да, Масарикова акция, огромная, совершенно гуманитарная акция по помощи российским русским беженцам после революции. И Прага, и Чехия, и Чехословакия стала большим приютом для них, десятки тысяч людей. Сейчас вы себя поверяете той эмиграции столетней давности? И, может быть, те мечты, которые имели они тогда, в 20-е годы, может быть, это такое отрезвление тем мечтам, которые имеем мы сегодня, как они мечтали и как все разбилось. А мы сейчас снова те же мечты начинаем велеть. Я так, во-первых, скажу, что сам Томаш Гарри Масарин, он же был уверен в том, что Россия станет демократической страной. Как раз в отличие от некоторых современных чешских политиков, которые говорят, что Россия не свойственна демократия, вот он-то считал, что ее еще как свойственна. Он написал книгу, естественно, замечательную о России, но его вся акция, которую при всем уважении к Масаринку я предпочитаю называть чешской акцией, потому что ее голосовал парламент и Масарин, естественно, из его кармана, а из кармана разоренных войной чехов и словаков питал русскую эмиграцию. То есть это общенародная помощь русским беженцам. Но для чего? Масарин прямо говорил об этом и Крамерч вначале говорил об этом, первый, значит, чехословацкий премьер-министр. Вот, он говорил о том, что, они говорили о том, что мы подготовим будущую элиту демократической России. Вот здесь, в Чехии, ну и в других странах, они ведь финансировали даже русские школы в Европе за пределами Чехословакии. 60 русских школ по всей Европе финансировали за пределами Чехословакии. Вот, мы, говорит, подготовим новую элиту, врачей, инженеров, юристов, историков, которые, когда коммунисты рухнут, вот, придут. Ну, как известно, коммунисты не рухнут. Поэтому эта акция, вроде бы, осталась в туне. Но мы сейчас питаемся книгами, исследованиями этих людей и, безусловно, очень благодарны чешскому народу, чехословакскому народу за вот эту огромную помощь. Теперь о рефлексе. неизвестная мысль, не повторится ли то самое, не повторится ли, что мы проживем на чемоданах всю нашу жизнь и внукам завещаем нераспакованные чемоданы. Я надеюсь, что сейчас историческая ситуация иная, путинский режим совсем не большевистский режим, и все это рухнет так быстро, что мы не будем еще спешить поковать снова чемоданы, чтобы вернуться в Россию. Ну что ж, Андрей Борисович, спасибо, спасибо за вашу историческую оптику, которая так или иначе ведет к оптимизму, потому что это научит нас в том числе и тому, что системы имеют способность долго возревать, но быстро меняться. И вот это вот самые перемены, они, возможно, назрели сейчас, и то, что сейчас происходит с Россией, является последним актом долгоисторической драмы, и перемены уже недалеки. Андрей Борисович Зубов, был у нас в гостях в археологии специальное интервью. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова «Археология» «Археология» Продолжение следует...